что друзья всем привет залез в ботинка короче будем проверять сегодня мою новую камерку также напишите в комментарии как он качество съемки лучше чем на экшенку или нет но я уверен что лучше а вот хотя экшенка надо и забрать будет час забыл вчера ох ты ема и смотрите с педалями я вышел короче по штане запустить прогреть машину о ее мое ты умничка давай ой какая умничка смотрите что там с этим когда с напряжением короче чаще включаем автономку я надеюсь она мне запустится мороз и не знаю сколько 23 градуса на что не смотрел так сейчас выгружаем получается казанский палет и поедем загружать и лаву отключил регулятор холостого хода в принципе на ходу нормально сейчас не глохнет но на холодный надо еще подключить его чтобы машина ровнее работал бензин есть принципе можно оставить ее молотить короче пойду-ка я регулятор здравствуйте подключаем и все в принципе сейчас нормально будет работать как на валах блин а сейчас сзади суп дыманул немного так смотрим кстати говоря помню на месте нет судя по следам на месте все машину пускай молочит я пойду перекушу сейчас как раз я за машина будет прогрета так ребята у нас будет чисто такой тестовый влог все выехал автомобиль прогрел лопач весь как видите в этом вы не так посмотрим по звуку как по картинке по стабилизации и так далее там подобное также жду ваших комментариев чтобы написали как лучше когда я снимал на экшенку или вот на данный момент в чем фишка часто что я могу буду спокойно приближать акцентировать ваше внимание на тех объект которых я хочу вам показать они так что когда я вам типа грубон то вот смотрите смотрите там типа вам нужно приглядываться потом я в итоге даже фотошопе не могу это все фотошопе в этом монтаже приблизить такой морозец конечно гурж жидкость скорее всего подлить но в такой мороз настроение больше работать неже в слякотную погоду я вам скажу также смотрите можно снимать на широк формат а можно снимать вот так вот так же жду от вас комментариев как лучше снимать так так вот так вы как будто типа сами за рублем едете сейчас на следующий проспект она сейчас выгружаюсь покажу я показывал она в этом влоге не показывал покажу для тех кто не смотрел предыдущий я грузил вообще сказаний и едем грузиться в елабу на посмотреть отправили мне договор там по и лавы или нет так ребята приехали на выгрузку на территории на это сейчас глязельки малыши стоят так вот он склад складно значит сейчас здесь день встанем я думаю развернуться скорее всего самый лучший вариант будет так погоди к вратам не выезжай надо научиться еще телефон правильно держать чтобы это что пассиво не болтал съем и у ядя сидит 200 что-то тоже нет нет не дубляет ребят сейчас выгрузят вот такая фигня это весь груз мой был мы его просто вручную оттащили так это отсюда упало это я когда бок открывал у меня здесь она была поперечник ну и все в принципе этот весь груз казани который был я буду звонить повторю погрузки сейчас еще пойду печати отмечать и потом повторю погрузки короче ребята выгрузили буквально там за минуту сколько еще меньше назвать мы подтащили поддон и все и поддону этим погрузчиком выкатили так все сейчас я пойду забираю дальше смотрите мой процесс поэтому всему моменту я сейчас я делаю печати я забираю документ с печатями давай чувак проезжай нет не вышел короче не оставят печати я эти документы с печатями несу на подпись точнее я приезжаю домой выставляю счет выставляю делаю акт далее все эти документы отправляем на почту и только потом по оригиналу мне заплатят деньги в принципе ничего такого прям критично сложного но как бы по наличке работаешь выгрузился тебе деньги заплатили и ушел домой отдыхать от этом разница так на все ребята печать мне поставили сейчас едем на погрузку но время 12 16 до погрузки ехать 12 минут получается будет пол первых дальше у них 13 до часу обед соответственно полчаса мы там еще попутаемся но возможно есть мысль переехать пораньше исходя из того что я займу очередь если она там будет но я думаю будет потому что везде где нужно грузить металл там всегда есть очередь ну и все будем двигаться скорее всего обратно придется по час пику потолкаться если почему я не люблю ездить в этот не люблю ездить в елабугу в казань и так далее так это потому что пост пост гаи когда обратно возвращающие члены докопаться могут просто хоть до чего в моем случае еще и до тренировки до морозе чувствуется где-то по чуть не подрезали рассмотрелся направо мороз чувствуется в пол газдаешь на газон начинает захлебываться соответственный расход на газу должен больше быть короче непривычно ребята мне вообще телефон снимать на камеру привык разговаривать на телефон пока еще нет на экшенку попривычнее на самом деле да и держать его не так удобно экшенка маленькая легкая удобная все равно больше относительно но привыкну потому что когда мы снимали на фуре мы также снимали но ездили когда на фуре просто его удобнее держать правой рукой но правая рука у меня для механической коробки передач сходя из этого по идее мы все сейчас уже вот так разворачиваемся здесь следующий проспект уходим направо и все в принципе там дальше ехать до адреса где-то еще наверно минут шесть и все я думал здесь дольше простою всем поверните направо по такой дороге ехать здесь 200 метров налево потом направо блин здесь был что ли а я что-то сидела выгружал кстати говоря может даже на фуре можно газа или не помню поверните налево а затем поверните направо во двор вспомнил я здесь был но не именно на этом именно металл грузила сюда ездил вообще много организации будет впереди железнодорожный переезд до конца маршрута 200 метров сейчас минус ну как минус можешь сказать впереди железнодорожный переезд навигатор разговаривает потом мы по телефону с братом разговаривали пришлось трубку скинуть что просто записать видео вот это конечно небольшие эти моменты хотя можете с 2 суть или фуна я не буду просто плюшку можно сделать для звонков какого-нибудь все так вы приехали ребята коматракс сколько это проработал первая моя организация когда я ездил на фуре так надо узнать там заезжать так ну скорее всего куда-то под мосты сейчас узнаем просто ребят обратить внимание на количество командских кабин так сейчас мне нужно ехать вот сюда где козловые краны туда поворачивать поскольку там машин именно здесь вот не грузился я уезжал туда дальше в конец что-то я здесь выгружал на газели даже не на этой вроде но так-то прикольно такие места здесь эти просторно все более в такую погоду мне напоминает когда мы с на аскане ездили в туда сторону нового рингу и нет напоминает бачком бомбану что ли ладно я потом бачком вам покажу как машины так сейчас стать еще проверим как вверх у меня сейчас на морозе будет открываться но две машины как минимум стоят стопы или а нет 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 я здесь еще не висел просто каком-то из мест очень висел жестко оформление документов да вот оформление документов делать короче еще одену так это северсталь стопен и они на северсталь нужно мне на уралсиб на это агротрейд да 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 точно блин я здесь был здесь вот оформлялся и потом туда уезжал точнее она сейчас узнаю куда вообще где ребят какой расклад расклад такой что здесь стоит две машины если не приедет больше других машин то лучшем случае я загружусь ближе к трюм если еще какая-то машина приезжает тут грузит эти этот кран грузит через одного то есть здесь северсталь и уралсиб соответственно час две машины стоят если приезжает на северсталь еще машина то очередь еще бьется на одного человека то есть то что через одного грузится вот я пока позвонил человек агры игры мне не суразно честно у меня и его богу груз был за четыре тысячи на год могу 500 рублей накинуть не больше я думаю на четыре с половиной тысяч мне не суразно здесь до вечера сидеть потом не знаю сколько это мне еще в елабге выгрузит вот сейчас мне еще один человек звонил по погрузке сейчас я ему перезвонил уточню куда что и где ему надо было соответственно с ним поработаю выше время иногда важнее ребят честно но в плане когда понимаешь что можно подвиснуть там и потом выжданы нафиг не на эти четыре тысячи нужны были другое дело когда ты приезжаешь забираешься вообще честно изначально сейчас согласился я тупанул и не посмотрел по навигатору там был этот груз он мне сказал адрес получается человек и я вбил в навигаторе и у меня адрес был вообще рядом с моим домом я кайф а потом только не догнал от что это просто юридический адрес организации но то есть офис там находится физически не могут там гружать хотя бывает и в черте города допустим где-то там выгружаешься ладно еще будем дальше решать идет погода кайф солнышко по асфальту и дешево хрустит надо здесь лобач намыть у меня просто пустым углом мастера на кайф целом настроение супер короче парни груз посмотрел что-то ничего перспективного нету что мне предложили то что мне предложили тоже не особо кайф поэтому я чудо не стал выезжать договорились и мне разница что еще дома валяться будет что машине поваляюсь вот только еще денежку заработаю сейчас ставим на по этот на площадку там будем ждать кайфу я все-таки от этой камерки ребята надеюсь вы тоже кайфуете и не видите как до этого смотрели в размытую картинку а сейчас уже этом интереснее все да вот так вот стану здесь поперек потом мне позовут скажут куда вставать автономчик еще побольше поставим и все будет хорошо ребят время у нас 1409 я вот так со всеми фурами сижу первая фура и там уже кинули вроде ничего вторая алмазай выезжает уже он там камазик стоит здесь и века стоит короче получу кого зик подъехал хочу опомнить вам или сказать не помню вроде не говорил грузит мне всего лишь один лист и все один лист два с половиной метра длина метр двести пятьдесят ширина так парни время 1509 фух я до сих пор здесь самая жизнь знаете в чем в том что эту крышу уже где-то наверное минут десять пытался открывать на половину открыл надеюсь этого достаточно так же не вот здесь вот такой вот момент а а я же много чем приближать но поняли чем есть творится надо варить это уже видел я приподнимал и загонял сейчас я не могу приподнять крышу высокого руками не достаю такая фигня коротко о том как прилипнуть на весь день за кутарки короче парни расклад такой документы я уже забрал загрузить меня еще не загрузили время 15 38 соответственно в лучшем случае отсюда уеду наверное пол пятого в елабге выгрузка до 6 соответственно выгрузка у меня будет только завтра наверное наверное буду еще звонить и пытаться поднять ставку ну блин это вообще чё это блин на два дня целом не газы где стоит у меня же не не целую машину мне нанимали буду сейчас звонить общаться по поводу этого момента точнее я буду звонить когда меня уже загрузят тогда я буду общаться по поводу этого они когда сейчас если меня еще загрузили скажет ну блин ладно что извиняйте езжайте домой до свидания сейчас я загрузится постараюсь поговорить в общем парка до 5000 меня накинули но опять это уже лучше чем четыре с половиной изначально четыре ставка точнее изначально было вообще три ставка потом договорились на 4 я думаю ладно буду дармавозом если все дармавозы я тоже буду дармавоз сейчас все ставки позбиваю нахер честно это все так лирика я просто машину прогрел уже выехал на выгрузку думал антипы свечу на загрузку чем быстренько сейчас мне кинут и уеду а кинули это карма дармавозов пацаны прямо желаю всем дармавозом такие моменты чтобы приезжали на сайт до грузы зависали там на 5 часов и поняли что до груза это хрень и то что надо стараться либо по очень хорошей ставки брать этот до груз либо брать реально отдельной машины это мешает нет не мешает да да не надо упора пускай она катается нет катается она сейчас и ремень кину тогда понятно сейчас так все загрузили загрузили сами видели пачку кинули все так смотрите какой момент по поводу крепления если будете делать такие просто фигни это я просто сильно натянул мне фанеру подняло так что если будете делать крепление делайте за этот как говорится за будку за металл они не как у меня все закрываясь и еду домой короче сегодня не успеваю никуда я не желание нет ни времени может есть желание все ребята выезжаю от оттуда где он погрузки задом оттуда выезжаю с камеры просто пушка смотрите на улице ночь камеру смотришь камере день кайф короче кто себе не поставил всем оба она как здесь проехать а где вы здесь я то здесь не ездил больше да вон это стоит я то отсюда заехал попробуем через другое место ребята сегодня немного потери поэтому даже не знаю будет ли этот флок или нет вообще выложен смонтирован и так далее смотри как парит у меня все погодка не знаю сколько сейчас мороза на улице очень даже свяжу так откуда мне выехать ее мое оттуда что ли можно выхать откуда я вообще здесь потерялся без приколами так масло в гурдолину сама что гудит хладового развернёмся поехать офигеть что у меня передов гребет выкиньте а вон давай за ним поедем он наверное знает куда ехать нереально влоги с айфона опять-таки напоминает как мы раньше снимали так он знает нет откуда ехать дурак что ли эй скорее всего отсюда не хочет он сам первооткрыватели так на полторы тонны в принципе то я вот так вот вообще не чувствую полторы тонны вот эти листочку это маленький но в чем кайф в том что он в этом как я туплю как весь песен кайф в том что они по полу лежат и то что я хотя бы немного стянул надеюсь там ремни мне не порвет да вон прям там вдали видите а ты чё говорю видите вот смотрите опа и видите тут мне надо лобач теперь намывать так чтобы он вообще светился давали на право вроде как короче ребят полетела на выгрузку как бы я не любил эти час пике но сейчас выгружусь мне скинуть денежку я спокойно души поеду пустой домой отдыхать ну надеюсь без приключений типичных моих газелистских вот я хотел сказать позвонил на выгрузку договорились все сказали дождемся поэтому я думаю все нормально будет ребята ощущение такое как будто еду где-то нефтьюганске или там куда-нибудь в братск заехал мороз я погодкой здесь все в принципе такие самые глобальные места где бывает час пик проехал я хочу сейчас вела бы геус там принципе ты не должно быть особо для этих час пиков и все надеюсь успею сегодня выгрузится спокойненько без всяких нюансов и долететь до дома веса особо честно скажу не чувствую то что меня там полторы тонны закинут чисто на торможении вот но не очень приятно еще исходя из того что я знаю то что у меня они покатиться могут исходя из этого тоже мало кайф ребята долетел до и лабыки со своим офигенным чистым лобачом дворники надо идти выкинуть и поставить новые ехать относительно недалеко было кстати говоря скажем что не почувствовал расстояние газ походу мерзнет редуктор ручей не знаю газу больше даешь джон начинает это захлебываться как будто вот сейчас нам буквально там километра три наверно четыре осталось до выгрузки выгружаемся и рвем домой когти время у нас 17 01 все ребята выгрузился еду домой выгрузили вообще на реке конечно меня показал там чем не скатилась показали дорогу кайф в том что у меня был в теплом боксе выгрузка про этом женщин так сидит мой дом кема еще не проедешь короче что хотел сказать то что принципе в такие моменты когда ты вроде как посидел особо не утруждался подзаработал пятачок но возьмем с амортизации с топливом у меня тысячи рублей минус санем 4 рубля но типа блин рабочий день с учетом того что я в обед работаю то неплохо понятно дело нужно больше делать два в три раза но короче я к чему потому что все-таки не надо бомбить а чай еду домой отдыхать так сейчас секунду готова уже парня почти уже дома сейчас всю дорогу еду чуть больше газу даешь машина начинает проглатывать так скажем нет вопрос может быть проблема что на бензине что на газу но на газу эта проблема более явная короче эти по испарению из глушителя погода нашу короче открываю капот трогаю по трубке с расширительного бачка они холодные были на низ которые идут открываю крышку расширительного бачка сую пальцы туда там этот антифриз еле теплый короче но температура стабильно 80 вопрос чем может быть ваш ухты дай заглянул подожди пока свет светит че это у меня там на текло так посмотреть будет фриз отеля или только масло антифриз опять комент напишет только желтый короче фризак все-таки гонит откуда веток